Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 13 июля 2017 года четверг, по одному из старинных 12 день, месяц получения даров природы 7525 лета, понедельник. Сегодня должны были мы общаться с Андреем Александровичем Тиняевым на очень, на мой взгляд, интересную тему. Концепция главного мифа и кто управляет всем нашим миром, мировой игрой. Но так получилось, что скайп сказал «не хочу». И как мы не пытались с ним связаться, он, в общем-то, так и не захотел. И упрашивали, и конфеты ему обещали. Но сказал «не-а, не купите мне с какие-то ковришки». Я спросил, что будем делать в чате, и появилось предложение нам с вами пообщаться, поговорить на какую-то очень важную тему. И одна из таких тем пришла. Что же нам мешает объединяться? Вот давайте теперь всё вместе подумаем. А какие качества, какие условия, какие обстоятельства нам на самом деле мешают объединяться? Вот нам, простым людям, которые понимают, что всё уже у нас достало. Ну, может быть, не всё, но многое уже достало, и хотелось бы как-то жить получше в каких-то других условиях. И, наверное, уже кто-то скажет, я хочу объединиться, но объединиться как, с кем, на каких условиях и для чего. Наверное, вот эти параметры, эти вопросы очень важны для того, чтобы понимать вообще, что же делать. Итак, Светлана, здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот на твой взгляд, что нам мешает объединяться? Во-первых, поздоровайся со всеми, не только со мной. Да, всем здравия, друзья. Вот скажи, на твой взгляд, что нам всем мешает объединяться? Какие вот те самые критерии, которые я назвал, присутствуют, которые не дают объединиться простым людям? Почему нас всё время растаскивают по углам? И почему мы друг другу пытаемся что-то доказать и драться друг с другом? Ну, я думаю, потому что мы все живём в разных мирах, если так можно сказать. Потому что у нас у всех разное мышление, у всех разная подготовка. Ну, я имею в виду у всех разный уровень познания окружающего мира. Я думаю, поэтому, потому что когда заходит тема, например, ну, религии или там у каждого своё мировоззрение, то все мыслят по-разному, начинают друг другу что-то доказывать, что это будет вот так, а не так. Я прав, а ты дурак. С этого всё начинается. На мой взгляд, так. Ну, некоторые люди ещё в силу своего характера не могут уступить, например. Ну, ещё какие-то, я не знаю, ещё, наверное, что-то есть. То есть ты назвала характер, и второе — это то, что разные миры, разные мировоззрения, разные представления о том, как мы живём. Да. Разное воспитание может быть ещё. Разное воспитание. Ну, хорошо, хорошо. Давай тогда, наверное, будем подходить с другой точки зрения. Вот когда, к примеру, идёт какое-либо стихийное бедствие, люди спасают друг друга, люди спасают своё имущество, когда спасли своё имущество, начинают спасать другого человека. В этом случае скажи мне, пожалуйста, влияют ли на вот эти все действия, когда человек принял решение кого-либо спасти, ну, для начала, конечно, себя, своё имущество, детей и родственников, потом начинают помогать соседям. Влияют ли его мировоззрение, религиозные убеждения, может быть, там, характера, на то, чтобы это не делать, если он решил это делать? Нет, конечно. Человек находится в шоковом состоянии, можно сказать. Ему надо скорее спасти себя, ближних, родственников, всех соседей, друзей. Он не думает об этом. То есть, ну, я бы здесь, наверное, в шоковом состоянии убрал, потому что шоковое состояние подразумевает нечто, конечно, другое. Такая экстремальная критическая ситуация, да? Ну да. Да, и тогда он погружён в одну единственную задачу — спасение. Спасение себя, спасение своей семьи, спасение окружения, просто людей, ну, к примеру, наводнения, просто людей, которые тонут. И он начинает этих людей выдёргивать из воды, сам даже порой рискуя. И здесь вот эти все предрассудки, которые до этого были тобой озвучены, они почему-то перестают действовать. Он не спрашивает, ты какого вероисповедания? Ты кто там? Ты протестант? Ага. А какой ты там протестант? Или там ты баптист? А какой ты баптист? Такое-то или такое направление? Ты кто, язычник? Или ты христианин? Ты что, вообще теист? Ну, давай я тебя утоплю. Такого же нет. Просто спасают и спасают. И то же самое. Нет разговора о том, какого ты придерживаешься мировоззрения, там, политического, или чего-то ещё. Правильно? Да. То есть, если мы так будем рассуждать дальше, на мой взгляд, самая главная проблема, которая мешает нам всем объединиться, это всего лишь навсего не осознание той проблемы, которая сейчас в мире существует. Да, о ней все говорят. Да, все уже там переписаны, переписаны трактаты о том, что творится, о том, как нас гнобят, о том, как нас уничтожают, как забирают нашу землю, как нас травят всякими ядами, наркотиками. Детей воруют в прямом смысле из семьи. Хотя сейчас ювеналка начинает действовать и из семьи тоже. Воруют в смысле из семьи через телевизор, через компьютер и так далее. Но при этом почему-то друг друга не спасают, почему-то друга начинают обзывать, покрывают какими-то нехорошими словами, не делают общих дел. Вот на мой взгляд, все очень просто. Люди, говоря о чем-то, не осознают этой проблемы, не осознают о том, что на самом деле происходит. Вот и всё. Если человек понимает, что наводнение, что если не спасти, не вытащить человека, который еле держится на воде с последней силой, если его не вытащить, не зацепить за что-то, за берег, за дерево, за лодку, за что угодно, то этот случай тонет. И просто берут его и вытаскивают. А здесь говорят много, но говорят о пустом. Вот тебе не складывается такое впечатление, что просто нет осознания? Ну что же мы тогда можем объединиться только тогда, когда попадём в экстремальные какие-то условия, когда нужно спасаться, а не думать о том, что вообще, что о чём ты мыслишь, каково мировоззрение, каково строение Вселенной и так далее. Только тогда мы можем объединиться. Смотри, значит, дурак всегда действует по факту происшедшего, а умный не допускает. Слышал такое выражение? Ну, слышал о том. Ну, что-то похожее, хоть подобное, да? То есть тот, который лечится, он говорит о том, что он допустил болезнь, а тот, который здоровый, он не допускает болезни. Но кто умнее? Тот, который лечится или который не допускает болезни? Ну, кто не допускает, конечно. Естественно. И для дураков необходим какой-то стимул, палочка для погоняния мулов. То есть люди себя превращают в мулы, которым задницы острой палочкой тыкают. Это стия, палочка, мул, мул. Понятно, да? то есть стимул — это палочка погоняний мулов, которых двигают в светлое какое-то будущее, к светлой цели. Создают какие-то измы, коммунизм, анархизм, феодализм, капитализм, что угодно. Создают, 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 и всё время обещают светлое будущее, светлое будущее. И все такие начинают глаза широкие делать и идти в это светлое будущее за какими-то вождями. А потом оказывается, что это был очередной лохотрон. Так вот, дураки так всегда поступают. Необходимо пастухи, необходимы такие погоняльщики, которые долбят, гонят и обещают светлое будущее. Перед носом вешают морковку. Поэтому если, конечно, мы дебилы и идиоты, уж извините за такие острые слова грубые, то в этом случае нам нужны будут волшебные пендели, грабли, какие-то стены направляющие, колея, в конце концов, что угодно, погонщик, который нас будет куда-то направлять. Если же мы разумные люди, а не просто существа, а может быть даже где-то человеки, а может даже человечи, то в этом случае мы будем сами понимать, что нас не устраивает, и что с этим делать. И вот тогда человечи, разумные, начнут осознавать, что ситуация-то, в общем-то, не очень хорошая. Это примерно то же самое, как психийное бедствие. Просто проанализируйте, что происходит. И даже если корабль какой-то страны держится на плаву, да, держится на плаву, ещё не потоплен, но тяжеловато, уже тяжеловато, уже сверху там такие крылатые фразы, денег нет, но вы там держитесь, это говорит очень о многом. Конечно, может быть, это шутка, может быть, это неумелый ответ, но говорит о многом. Ну, корабль держится на плаву, и слава богам, что он держится, и хорошо, что он держится. Но ситуация-то тяжеловатая на самом деле. Так вот, разумный человек понимает, что что-то на корабле не так, ну, долбит очень сильно, очень сильно штормит, и надо как-то выходить из этой ситуации. Вот разумный будет предпринимать действия для того, чтобы помочь кораблю лечь на правильный курс, выйти из этой бури, наладить всю инфраструктуру и двигаться дальше. Или разумный человек понимает, что вот это наводнение вокруг нас творится, наводнение причём такое фекальное, когда очень плохо дышится, когда тяжело очень дышится, с каждым днём всё хуже и хуже, и всё наваливается и наваливается, не знаешь, как разгрести. И в этом случае тогда разумный человек начинает осознанно, так же, как будто при наводнении, выходить из этой ситуации, помогать другим, разбираться с тем, что происходит, выводить из-под удара. Только осознать, где необходимо. И в том случае, если он осознаёт, он выйдет из-под этого удара и выведет других. Видимо, многие сейчас ещё не дошли, вот здесь тямка у них не сработала, для того, чтобы просто-напросто понять, что по сути сейчас некого рода наводнение и просто уповать на какие-то верха, что там справиться за нас, всё придумают, не совсем разумно, а может быть, совсем неразумно. Да, там есть люди, которые хотят что-то сделать. Да, есть те, которые задержаву обидно, которые хотят, чтобы всё было хорошо. Но ведь есть и те, которым всё, извините, пофигу. Есть те, которых карман родной намного ближе, чем карман чужой. И с чужой карман они заглядят только для того, чтобы из него что-то достать и переложить свой. И тёплые места не занимать не для того, чтобы сделать кому-то хорошее, а для того, чтобы свой карман у них потяжелее стал. Поэтому к чему я подвожу, что дурак допускает проблемы и начинает их решать, а разумный понимает суть проблемы и не допускает её. Тем самым у меня сложилось впечатление, что многие люди, говоря о какой-то проблеме, просто её не осознают, просто не понимают, а что же на самом деле происходит. Вот и всё. Поэтому когда у человека будет осознание, что происходит, только в этом случае он сможет отложить все вот эти глупости, предрассудки, которые сейчас давлеют, которые сейчас управляют, и заняться жизнью. Вот мне кажется, это такая ситуация. Разумный не ждёт, разумный предотвращает, разумный сразу делает так, чтобы это не произошло. А говорить можно бесконечно и долго. То есть, мне кажется, просто люди ещё не осознали. Ответил на твой вопрос? А каким образом они могут это осознать? Что для этого нужно сделать? Как сделать? Понятно. Для этого необходимо здраво посмотреть вокруг себя, что происходит. Многие начинают смотреть. Но многие, посмотрев, начинают сетовать на то, что происходит. Это первое. То есть, вот такая беда, вот так плохо, вот алкоголь продаётся во всех магазинах, вот народ спивается, вот теперь там начали продавать эти самогонные аппараты, вот теперь там по телевизору показывают это, теперь пошла реклама того, сё, пятого, десятого. Сетуют. Да, это негодование, может быть, но когда-то нужно на каком-то этапе, но это недостаточно. Можно блеять в хлеву сколько угодно, что тебе не доложили сено, что вода тухлая или вообще её нет. Блейте, пока не сдохните, это называется. Разумный человек что делает? Он понимает, что если какая-то структура так называемого государства не удовлетворяет его потребности как гражданина, у него два способа. Первый – это встать на баррикады и начать стрелять, и от этого польётся кровь таких же, как он, потому что любая революция заканчивается тем, что к власти приходят не те, кого почему-то хотели, а кровь проливается своих братьев. Для меня такой вариант не подходит. А второй вариант – начать исправлять эту ситуацию. В том варианте, как нам предлагают исправлять ситуацию, я не вижу, что её можно исправить, потому что выборы демократические, так называемые выборы в любой стране, они строятся по принципу анонимности. А если анонимность, то в этом случае человек, идя на выборы, никаким образом не влияет на эти выборы. Сколько бы проверяющих мы там не ставили на эти выборы, скольких мы там бы не ловили за руку тех, кто вбрасывает эти бюллетени и прочее, всё равно ничего не справится. Потому что выборы так устроены, что всегда можно как-то что-то повернуть. Какая-то такая шутка была в своё время, когда господин, кто там у нас, кто выбранный, кто управлял в России, наблюдателем поехал в Америку, и оттуда звонит в Кремль и говорит, есть две новости, хорошая и плохая. Ну и в конечном итоге хорошей новостью казалось то, что Путин победил. То есть избирком так настроен, что он даже в Америке сделал так, что Путин победил. То есть как ни крутите. Что необходимо? Необходимо, чтобы любой бюллетень имел свой номер, имел того хозяина, который пришёл, то есть не был анонимным, и чтобы копии бюллетеня были в трёх местах. Первый – это в избирком, второй – самого человека, и третий – в независимый какой-то банк, где всё можно проверить, перепроверить, который бы не был зависим от государства, от какого-то желания, какого-то бизнесмена или политика. Но этого нам не предлагают. Какой тогда вариант? Вариант другой – заниматься тем, что государство не может сделать. К примеру, продукты дорожают. Согласны с этим? Да, согласны. Продукты ухудшаются в качестве. Согласны с этим? Да, согласны. Продукты не то чтобы ухудшаются в качестве, а там много фальсификата. Согласны? Да, согласны. Ну, что делать? Заниматься выпуском своих продуктов. Выпуском таких продуктов, которые будут хорошие по качеству, дешёвые по цене, и которым вы сможете иметь доступ постоянно. Вот если говорить о том, что продукты плохие, то ничего не изменится. А если вы поймёте, что необходимо самим себе это делать, то в этом случае вы просто начнёте объединяться на каком-то конкретном деле. Не просто приедете на Землю и будете смотреть на то, как жаворот над вами кружит и поёт свою прекрасную песню. Не как там зайчики скучат или белочки прыгают. Не как кедр растёт в год на 10 сантиметров или на 2 сантиметра. Ой, как здорово! Звенящие кедры, которые через 100 лет вырастут и будут нас шишками кормить. Да, надо за 100 лет ещё чем-то другим питаться. Брюквой, морковкой, капустой и прочими-прочими. Вот. Недостаточно дом себе построить, недостаточно даже детей родить, потому что всё равно вы придёте в супермаркет с отравленной едой, всё равно будете ездить в вонючие города, где-то всё есть, и всё равно будете где-то работать, чтобы деньги получать на покупку в супермаркете чего-то. Вот когда человек всё начинает понимать, тогда он реально соединяется с другими людьми для того, чтобы производить какую-то продукцию, заниматься общим делом. И когда он занимается общим делом, появляется община. Общины-то никогда поселились на своих гектарах рядышком, бок о бок. Вот это называется соседи. А община, когда есть общее дело. Вот и всё. Поэтому если человек разумный и понимает, что вот дальше его не устраивает, сложившись ситуации, он просто соединяется, объединяется, единиться с людьми, которые тоже понимают, что ситуация не устраивает. И тогда он не просто едет, как дачник на землю, а он идёт реально разумно, просчитывает бюджет, со своими соратниками соединяется где-то и идёт на землю, просчитывает бюджет, приобретает необходимую технику, необходимые стройматериалы, строят совместно что-либо и начинают производить. Производят сначала для себя любимых, строят склады, перерабатывающие центры, потом начинают производить продукцию, делают сайт, объединяются с Народно-славянским радио для того, чтобы Народно-славянское радио рассказало о том, как люди хорошо живут и предлагают свою продукцию на безоплатной совершенно основе. и всё хорошо и замечательно. Люди себя обеспечивают, могут что-то продавать и получать какие-то деньги для того, чтобы как-то развиваться. Если таких общин появляется несколько, то в этом случае, опять же, через Народно-славянское радио мы найдём дальше способы взаимодействия этих общин. И уже такие планы есть. Вот и всё. Если людей не устраивает обучение в школе, то в этом случае создаются частные домашние детские центры по образованию, по воспитанию, по досугу, по чему угодно. Просто надо перестать быть овцами. Просто необходимо осознать проблему и понять, что никто, кроме вас, её не решит. Никто, кроме вас, её не решит. И всё. И вот тогда вы будете соединяться, и вот тогда вы будете делать дела сообщая, это будет община. Я ответил на твой вопрос? Да. Но только белочек тоже интересно посмотреть. Каких девочек? Не понял. Белочек. А, белочек. Послушай, не нужно же тебе я второе ухо воткнусь, наушник воткну, чтобы тебя лучше слышать. А что у тебя такие большие ушки? А чтобы лучше тебя слышать, да? Просто ты так всё рассказал, но не остаётся ничего красивого. Пошёл с детьми в лес. Посмотрел белочек, зайчиков. Они все прыгают, никого не боятся. Как здорово. Стриктоза и муравей, да? Чем она заканчивается? Да кому же на ум придёт на желудок петь голодный? Помнишь, нет? Вот когда у тебя в животе всё гладенько и хорошо, когда у тебя детки здоровые, и когда они не плачут от тоски, потому что мама не может им в рот положить вкусняшку какую-то, и когда в доме тепло, то в этом случае ты с ними сходишь белочек посмотреть. Мало того, ты сделаешь свой зоопарк в своём поселении. Настоящий зоопарк, где зверьки будут жить хорошо, не мучатся. И будут ли там и белочки, и зайчики, и кролики, кто тебе нужен, и верблюдики, и страусы, что хочешь разводи. Да, хорошо. Кто сказал, что когда я выстроил какой-то план, я исключил оттуда что-то светлое и доброе? Почему ты это решила за меня? Я оттуда ничего не исключил. Я всего лишь навсего показал принцип взаимодействия. А что вы там будете делать, и рыбок золотых разводить, которые будут желание, стариков хатабычей будете разводить в их этих лампах, или кого-то ещё, или что-то ещё. Это уже ваше дело. Не, мы будем коней. Коней, ну хорошо. Лошадки так лошадки. Я не против, я же только за. Хорошо, какие ещё у нас вопросы есть? Ну там вот поислали из чата. Я могу почитать. Давайте, читай, конечно. Так, Виталий из Эстонии, реплика в эфир. Нам мешает объединиться непонимание друг друга. Ну, в принципе, то, что ты спрашивала, вот он и задал такой вопрос, или реплику сказал. Именно. А непонимание строится на том, что не понимает человек главную, главную опасность. Если человек понимает главную опасность, то в этом случае тогда вот горит огонь, всё, на деревню идёт пожар. Вот люди собираются, нормальные, начинают его тушить. Не каждый вокруг своего дома прыгает, как идиот, и обгорает, и вся деревня потом всё равно сгорает. А он, они собираются и идут, обкапывают всю деревню, вырубают всю траву, кто-то заводит машины, кто-то заводит трактора, прокапывают быстро, чтобы всю деревню спасти. Это из той же серии, когда появляется какая-то банда, и вместо того, чтобы объединиться, этой банде дать по зубам их всех выловить вместе с милицией или с полицией или с армией, каждый запирается в своём доме и сидит, и слушает ночью, не идёт ли бандит, не лезет ли в его дом. Если кого-то режут в соседнем доме, он говорит, ааа, не меня, хорошо, утром идут, хоронят, поминки отмечают, и всё нормально. И следующую ночь опять сидит, слушает, так всю деревню вырезают, и к нему всё равно придут, и всё равно его зарежут, всё равно его убьют. Вот это же самая проблема у всех сейчас в голове. Просто непонимание того, что происходит, только непонимание. Нас загружают чем угодно. Нам через интернет вбрасывают различные фейки. Давайте, ребята, рассуждать, плоская Земля, не плоская, есть Земля или нет Земли, круглая она, овальная, квадратная, Земля имеет форму чемодана или ещё чего-то, есть там Луна, нет Луны, есть там... Чего угодно нам говорят. Кроме одного, а как нам сделать так, чтобы мы сначала были полностью обеспечены, чтобы нас было достаточное большое количество, чтобы наши рода были сильные, наши семьи были полные, наши дети не сопливые, не больные, и чтобы мы у себя на Земле, объединившись через систему самовластия, самоуправления, которая, кстати, написана в Конституции, которую можно воспроизвести, чтобы мы могли сами здесь жить на Земле и управлять. И тогда те, кто идёт сверху, скажут, ребята, какие вы молодцы, вы всё сделали очень здорово, мы готовы вам служить. И они превращаются в слуг народа, не в хозяев, а в слуг. А те мерзавцы, которые воруют, получают пендаля, через этот пендаль летят на скамью подсудимых, и прокурор понимает, что если он даст неправильный приговор, он рядом с ними сядет, потому что самоуправление у нас на Земле, и прокурор правильный. И вот тогда всё становится на свои места. До тех пор, пока вы говорите, ну, от нас ничего не зависит. Да, от вас ничего не зависит. Именно так. Вы своим вот этим от нас ничего не зависит, всё перечёркиваете. Ну, значит, вам нравится блейте стоять в стадии. Значит, вам нравится, когда спинками загоняет светлое будущее, вонючий сарай с тухлой травой, с тухлой водой. Всё, вам это нравится. Ну, блейте сколько хотите. Что, в конце концов, с овцами делают? Их режут, их бреются, стригут, что угодно с ними делают. Ну, вам такая участь нравится? Пожалуйста. Всё ради вас. Только так. Давай дальше. Так, Нарада 314. Напомните, какой критерий объединения? Мы все объединены, поскольку живём на одной Земле. Я уже напомнил. Жить на Земле и существовать на Земле не есть одно и то же. К сожалению, большинство людей существует на Земле. К сожалению, большинство людей, существуя на Земле, думают, что они живут. На самом деле, обратите внимание, живёт хозяин, а существует подчинённый. Если вы хозяин, то в этом случае должны соблюдаться определённые правила. Первое. Вы должны управлять этой Землёй, вы должны управлять своей жизнью. Никто не имеет права вам командовать, и вокруг вас находятся такие же хозяева. Скажите, пожалуйста, это так или не так? Если не так, вы существуете. Вы являетесь одухотворёнными существами, одушевлёнными существами, но вы не хозяева. По сути, вы не живёте. Поэтому главный критерий — это не просто соседство вместе, а создание с точки зрения хозяйства чего-то общего. А хозяйство может содержать только хозяин. Если вы хозяин, то такие вопросы будут уже неуместны. Вы просто будете делать всё. Идём дальше. Так, сейчас. Дмитрий Полушкин из Ютуба. Нет площадок, где бы можно было совместно увидеться. Также скудное информационное распространение о том, где и на каких основаниях можно объединиться. Дмитрий. Значит, площадка, я думаю, такая уже есть. Это Народное славянское радио, где мы говорим на различные темы, в том числе, в первую очередь, на темы, которые всё-таки включают мозг, включают осознанность, заставляют человека выйти из состояния существования, из состояния человека, жизни человека, то есть хозяина или человече, что мне больше нравится следующий уровень, когда он уже управляет этим миром. И после этого уже искать форматы объединения, что и как делать, потому что заниматься на Земле можно многим. Если человек находит себе единомышленников, то в этом случае всё будет хорошо. Народное славянское радио для этого существует. Мы как раз занимаемся тем, что приглашаем разных сказителей, которые кто-то ворошит мозги, кто-то является тестером. Кстати, я считаю, что Андрей Александрович Юняев очень хороший тестер. Он ворошит мозги, вбрасывает очень много информации. Что за тестер, Алексей? Сейчас я расскажу. Кто-то писал про тестера где-то видео, я не поняла, про что это. Ну да. Вот смотрите, кто такой тестер? Тестер — это тот, который вбросил какую-то информацию, а дальше мы смотрим на реакцию людей. Есть реакция нескольких видов. Самое примитивное. Всё это, дальше, нецензурное слово «пи», потому что я думаю по-другому. Дальше. Вот тот, кто говорит, это полный «пи», потому что он «пи», потому что я думаю по-другому. Какого вы «пи» приглашаете и так далее. это примитивный очень уровень. Хотите обижайтесь, хотите нет. Почему? Потому что восприятие человека именно в лоб, оно свойственно такому цивилизационному подходу. Вот ты мне дай это или дай это. Вот всё, другого не надо, только вот это и это. Варианты не подходят. Державный подход, как мы уже говорили, он несколько отличается от цивилизационного. Человек, получая какую-либо информацию, понимает, что раз об этом сказано, значит, то или это существует. Ну, к примеру, один из эфиров у нас был, что мир создан какого-то у нас апреля, да, 60-го года, до 1960-го года. Но ведь многие-то забывают о том, что слово создание мира, сотворение мира не всегда означает сделание Земли, Луны, Тверди, на которой звёзды прикреплены, как это написано в библейском проекте, сотворение мира — это сотворение принципов мира существования. Например, вот у нас есть сотворение мира в таком-то году. Это означает, что в этом году было закончено какие-то военные действия, и всё нормально, всё хорошо. Сотворили мир, закончилась война. Сотворили мир, собралась община. Да? Сотворили мир, мировой порядок, новые правила существования. Почему люди не воспринимают то, что в этот год могла какая-то элита собраться и договориться о новых правилах бытия этого мира? Неужели надо всё так в лоб воспринимать? Это говорит о том, что люди воспринимают слово, как им привычно, не думая о том, что русский язык более многогранен, более интересен, более ёмок, что он образный, и образы есть разные. Конечно, сейчас он обкраден, потому что многие буквицы убраны, и у нас мир спишется одинаково. Неважно, ты пишешь о существовании без войны, ты пишешь об обществе, ты пишешь о состоянии внутри твоей души, ты пишешь о вселенной или о том, что творится у тебя на земле, неважно, всё у нас одним словом пишется. Поэтому я почему общаюсь с Андреем Александровичем, почему мне нравится с ним общаться, хотя, кстати, многие слова его я не воспринимаю, и об этом заявляю, что сказанные автором и сказителем не всегда совпадают с мнением редакции Народного Славянского радио. Об этом мы заявляем постоянно. Но, несмотря на это, всё равно мы с ним общаемся, всё равно мы с ним взаимодействуем. Хотя, с моей стороны, многое есть того, с чем я не согласен, потому что он ворошит мозги. Потому что, если он сказал, что ты не согласен, тот, который примитивно мысляет, он просто отвергнет это и скажет, всё это пи. А вот тот, который мыслит нормально, он скажет, что-то ерунду какую, человек лепит, дай-ка я проверю. И начинает искать, и натыкается, что оказывается, в этом году-то вот такой документ был принят. Оказывается, с этого момента вот это, вот это пошло. Оказывается, так на самом деле новое что-то пошло. И он докапал из-за того, что в эфире нельзя было сказать. А вот тут, когда он говорил про вот это, человека привело, например, к изучению геологии, к истории, к прошлому и так далее. Ну скажите, разве плохо, когда человек начинает мыслить, когда он не просто доверяет кому-то, ну давай, расскажи мне о том, как космические корабли бороздят просторы большого театра, да? Вот это вот было классно, а вот это всё там, да, вот как там, операция, об этом не надо. Вот уходите от этого Феди, который в конце концов получил сбучку по заднице и вот стягали. Уходите от этого варианта. Включайте мозги, потому что невозможно построить державу, если у вас мышление даже не плоскостное, а линейное, когда вы на плоскости одну линию проводите, говорите, вот оно, всё, другого нет. Холодно, тепло, тогда, там, что-то у нас ещё есть, светло, там, темно, хорошо, плохо. Вот эти вот, это не дуальность даже, это двойственность. Да, нет, да, нет. Что, компьютеры, что ли, в конце концов? 0,1, 0,1 и 0,1 из этого, как он Себлер вычисляет и какую-то программу, что ли, рассчитывает? Но если вы компьютер, вопрос, а кто вам программу это заложил? Кто тогда ваш хозяин? Кто программист? И к большому сожалению выйдет, что вы не являетесь программистом, вы исполнитель, вы компьютер, вы биоробот. Нравится вам это или не нравится? Биоробот овца, который загоняет светлое будущее пинками, и всё хорошо, всё замечательно. Биоробот овца. Ну, нормально, нет, есть же биороботы. И сейчас вам сколько появилось, американцы разрабатывают, каких интересных биороботов, которые уже бегают, прыгают, мыслят там, четвероногие, на БК похоже, на Овцу ещё на кого-то. Нормально. Тот, который не говорит привычные фразы, а который вбрасывает какую-то, может быть, даже дезинформацию для того, чтобы человек через своё осмысление проверил и пришёл к какому-то выводу правильному для него, осознанному, а не просто повторил слова. Что с того, что вы повторили кучу раз того, кто вам нравится? Вот вы тысячу раз повторили одно и то же слово или одну и то же фразу, которая нравится вам от умной головы, уважаемой головы, которая говорит правильные слова. Вы-то сами где? Вы взяли на веру всё, что он сказал. Но чем вы тогда отличаетесь от религиозного фанатика, которому батюшка или кто-то там мула сказал, что бурундук — это птичка. Он говорит, бурундук — это птичка, аллилуйя, всё. А дальше-то чего? Чем вы отличаетесь? Да вас… Вот сегодня возьми, из этого стоило вас суда переставь. Да, помычали, да, побегали, не нравится. Но вы будете там стоять. Вы будете там стоять и исполнять волю тех, кто вас туда направил. Почему? Да потому что вы не мыслите, потому что вы не сможете разложить всего. А как вы сможете объединиться, если у вас вот эти вот шоры перед глазами, вы только так мыслите? Как вы сможете объединиться? Вы не сможете даже понять другого человека. Вот почему я сказал, что вот эти тесты иногда проводятся на радио. С той точки зрения, что да, ещё раз повторяю, редакция Народного Союза может иметь иное мнение, чем высказывал автор-сказитель. И, как правило, так оно и есть. Но это нужно для того, чтобы вы сами начинали мыслить, а не просто кричать «Дайте мне то, что я хочу». Ну и что, что вам дали то, что я хочу? А где вы? Вы-то изменились? Ответил на твой вопрос? Да, я и хотела сказать, что люди почему-то разучились, ну, понятно, почему, много причин мыслить самостоятельно и почему-то воспринимают информацию, например, подаваем там на радио или где-то ещё что-то прочитав, что вот это именно так и есть, что вот это истина в последней инстанции. То есть, ну, у меня, например, такого нету, мне интересно, там, например, кто-то что-то новое сказал, я пойду там что-то почитаю, где-то что-то поищу, ещё с кем-то поговорю, и у меня там своё мнение имеется. Люди же воспринимают это всё, как я не знаю, как будто им урон какой-то нанесли, начинают, оскорблять человека, вот это меня вообще удивляет, начинают оскорблять тех, кто рядом с этим сосказителем, то есть, всё забыто сразу, все другие передачи, ну, это я про радио конкретно говорю, всё сразу забывается, и остаётся вот там какая-то тема или вопрос, что их затронуло почему-то, непонятно почему, и вот понеслось вот эти вот те оскорбления, ну, как-то удивительно. Ну, меня это не удивляет, мне сколько тебя удивляет, а я просто понимаю, удивляющихся. Это люди с цивилизационным подходом к этой жизни, те, которые привыкли… Ещё при чём, Алексей, вот извини, перебью, причём это говорят люди, которые читали веды, которые всё, как они говорят, изучают, они слушают радио, там ещё практикой занимаются, ведут такой образ жизни, вот такие люди больше всего и кричат почему-то. ты знаешь, кричат разные люди, нас слушают не только те, кто изучал веды, нас слушают те, кто веды вообще не знает, не представляет, что это такое, но нас слушают люди, которые, например, себя относят к христианству и забывают о том миролюбии, которое, в общем-то, в христианстве такой прям красной нитью проходит, нас слушают атеисты, которые считают, что они понимают этот мир с точки зрения науки, но то же самое происходит. Вот причина-то вот в чём? Так я же тебе говорю, причина в том, что они испорчены цивилизацией, причина в том, что их развели по углам и то, что они не понимают той беды, которая сейчас происходит, потому что в беде все равняются. Беда наступает в тот момент, когда люди расходятся по углам. Это как очередной стимул, который людей заставляет объединиться. Беда приходит для того, чтобы людей объединять. Если вы не объединитесь, вы сдохнете. Вот что любая беда вам говорит. И поэтому, если человек разумный, он отбрасывает в сторону все свои предрассудки, все свои глупости, все свои догмы, которые у него накопились, и он просто начинает делать. Он берётся и начинает делать. И вот это как раз любая беда. Для этого и нужна, чтобы человека заставить. Но это нужно для дураков. Если вы хотите, чтобы вас заставляли, и если вы видите, что беда всё больше и больше и больше к вам приходит, всё сгущается, сгущается тучи, задумайтесь, значит, вы делаете что-то не то. Значит, вы дожили до состояния полного дебила, полного адиотов, которого уже надо стимулами вот этими гнать в светлое будущее или выводить из этой ситуации. Как-то так. Ну да, это как в живой природе, когда хищники и млекопитающие в период большой засухи пьют вместе. И кто-то друг друга… всё мирно и хорошо. Ну вот примерно так. Давай дальше идём. Андрей, объединены чем? Есть общий интерес, есть общая кормовая база, есть иные критерии для объединения. А с другой стороны, относительно чего объединены? Да, относительно этой планеты, все живущие на ней и в её недрах, есть и такие, мы действительно объединены. Однако на этом наше единение и заканчивается. Дальше следует разделение. Мне кажется, пропустил ещё один вопрос. Где? А Дмитрия. Нет, площадка. Нет, я её прочитала. Прошу прощения. Всё-всё-всё. И как часы-то, как часы, всё точно. Как в аптеке. Я о том и говорю, что вот относительно планеты, ну вот смотрите, объединены ли заключённые в тюрьме? Я думаю, что здесь разделились сомнения. Объединены, потому что. Ну что, да. Потому что некуда бежать. Небо в клеточку, друзья в полосочку, через это что ли объединены? Ну и не только, наверное. То есть из-за того, что надзиратель их на прогулку выгоняет, а потом загоняет, этим объединены? А по сути-то они объединены? Нет, это братья... Распорядком дня. Да, распорядком дня, кормёжкой, прогулкой. Всё, вот они сидят там это и по своим углам забились, по нарам, да, и сидят. Но да, есть какие-то маленькие группировочки. Вот по сути сейчас, когда вы этот мир представите хорошенько, вы поймёте, что это сейчас одна большая тюрьма. Есть маленькие группировки. Тюрьма большого размера, большого размера. Есть отдельные камеры в виде, может быть, государства или каких-то областей, или каких-то деревень, как кому больше нравится, или городов. Но даже внутри этих камер нет объединения. Есть существование, соседство бок о бок и не более того. Объединение — это когда есть какая-то общая, единая цель и исполнение внутри, для достижения этой цели, внутри этой общины общего какого-то дела. К примеру, строительство державы. А для чего? А для того, чтобы наши рода существовали и не просто существовали, а жили. Для того, чтобы они не просто жили, а не развивались. Для того, чтобы каждый человек, пришедший в этот род, получил от жизни то, что ему необходимо по его программе действия, по его предназначению. И держава заботится о том, чтобы не было обделённых, и чтобы каждый получил то, что необходимо получить от жизни. И в этом случае каждый заботится о том, чтобы держава процветала. Общая идея, общая мысль, общая цель, да. Но теперь для того, чтобы она существовала, необходимо внутри державы каким-то образом трудиться, хорошо учиться, осознавать этот мир, выполнять прекрасно свои обязанности. Так ведь? Так. И в этом случае тогда выбираются достойных и достойных. Кто-то в учителя выбирается, потому что он лучше других умеет рассказать. Кто-то в жрецы, потому что он лучше умеет понимать погоду, понимать, что происходит. Может, в конце концов, со стихиями общаться. Кто-то в целителе, в лекаре, потому что он умеет лучше других восстанавливать. Кто-то в какого-то информатора, кто-то в десятника, кто-то в воеводу, в городового, кто-то в строителе кузнеца и так далее. Есть общинные назначенные должности, исходя из его предназначения и возможностей. И эти общинные должности, как уже говорилось в одном из наших эфиров, являются мироедами, которых община содержит. Для чего? Чтобы община не пропала. Потому что, если не будет целителя, кто-то заболеет, начнётся какая-то эпидемия в общине, и все переболеют. Если не будет правильного предсказания природы, то в этом случае не будет правильного урожая, хорошего. Если будет плохой кузнец, ну извините, что из этого получится? Если будет плохой учитель, что из этого получится? Понимаете? Если плохого назначите руководителя или соберёте плохую копу из копенов, которые не смогут нормально управлять, что получится? Ну выберите тех, кто больше всех обладает деньгами. И что дальше? Они между собой деньги разделят, обворуют вас до конца и разбегутся. А если вы выберете самого достойного, то в этом случае тогда вы получите правильное управление. И копенов выберете достойных, которые между собой будут общаться и будут выбирать сам достойный. Они смогут общаться с другой копой, с вестью, с вечи, с державностью. И будет выбран светлейший князь на самодержавие. Назначен лучший из лучших, как это и должно быть. Вот что это объединяет. Общая цель, общая задача. И не просто так какой-то построить дорогу в поселение. Хорошая цель, хорошая задача. Ну построили, а дальше что? Дальше что? Хорошо жить на празднике. Хорошо, праздники, замечательно. Дальше что? Я рад, когда праздники проводятся. Я рад, что хорошая дорога. Без этого нельзя. Но это всего лишь инструментарий. Инструментарий, объединяющий людей, инструментарий, веселяющий людей, инструментарий для того, чтобы доставлять что-то, добираться в конце концов. Построить хороший дом. Дальше что? Построил. Замечательно, здорово, живи. Без дома невозможно жить. И что дальше? Поэтому если нет высшей цели, которая соответствует божественному предназначению как человека, так и родов, то в этом случае тогда всё это будет направлено на демоническое. Хотя говорят, что демоническое у вас не будет. Это напекельное. И в этом случае вы будете себя в пекло вверзать, потому что пекельный мир, он будет управлять вами. Вы будете на интересы пекельного мира трудиться. Вернее, работать. Рабами будете. И в этом случае вы ничего не построите. Вы себя в пекло ещё глубже засунете. А если с точки зрения божественного, то в этом случае вы выйдете из пекельного состояния, из подчинения пекла, и сможете быть человеками, человечи, а потом и азами. А для этого необходима именно цель, которая нам сверху сюда прислана, дана каждому и дана для каждого рода. А единственное, где мы можем нормально жить, это державный образ строения нашего бытия, существования нашего бытия, мировоззрения, мироощущения и так далее, мировосприятия. Только это, только вот такая великая цель может нас объединить, только такая великая цель нас куда-то сдвинет. А в этом случае необходимо убирать в сторону предрассудки, необходимо смотреть на мир в целом. Ну, как-то так. Так, следующая реплика, не знаю имя, не могу сказать. Не буду уж дяди Стёпой называть. Нас может объединить ведическая культура. Именно культура, не религия, не народное какое-то представление, поверье, а именно цельное. Здесь я согласен полностью. Идём дальше. Андрей, мы — это кто? Волки с овцами? Это к вопросу, что человечество неоднородно, но его усиленно и насильно пытаются объединить, соединить. Андрей, отвечаю. Никто усиленно не пытается объединить, соединить. Усильно пытается разъединить. Разъединяют по разным взглядам, по разным религиям, по разным догмам. Не объединяют нас, а разъединяют. Все эти партии и всё остальное — это видимость объединения. Это видимость объединения, кучкование для того, чтобы в одной тюрьме, в одной камере было как можно больше раздрая, чтобы люди никогда не совершили единого действия, чтобы выйти из этой тюрьмы и сделать так, чтобы в тюрьму больше никто не попадал. Поэтому нас разъединяют. Насильно пытаются нас разъединить. А насилие, оно над мозгами происходит. Естественно, никто не приходит с дубиной и не гонит тебя в это стоило, кто-то в это. Раб тем отличается от свободного, что раб радуется тому, что он раб, и борется за своё рабское существование, доказывая всем, какое оно прекрасно счастливое. И он доказывает другому, что его хозяин лучше, а его рабская жизнь намного интереснее и полезнее. И что ты должен присоединиться ко мне, чтобы быть под хозяином, под моим, а не я пойду к твоему хозяину. Вот это рабская идеология. Дальше. Человечество неоднородно. Вот как раз державный образ строительства, который идёт от божественного, он и значим тем для нас, для всех, что здесь учитываются варновости, учитываются предназначения каждого отдельно взятого человека. Понимаете, о чём я говорю? То есть каждый отдельно взятый человек, он не просто так пришёл в этот мир, а пришёл с какой-то своей определённой целью. И держава заботится о том, чтобы он проявил полностью себя в этом мире, и чтобы его миссия, его, ну миссия опять же не наше слово, чтобы его предназначение было полностью исполнено. И тогда не будет объединения волков с овцами, а будет житьё, где не будет ни волков, ни овец, а просто каждый станет человеком для начала, потом человече, а потом азом в своём направлении и выполнить долг перед родом, долг перед самим собой, перед своим высшим Я, перед своей божественной сущностью. И он сможет уже здесь делать то, что ему нужно, и уйти с тем багажом, который ему необходимо было здесь собрать. Никаких овалков и овец в державном направлении нет и быть не может. Идём дальше. Так, реплика из Ютуба от Ирины Федотовой. Всем здравия! Как правильно? Беда на пороге, а мы не осознаём. Нужно кричать, что и делают многие герои Ютуба. Сколько из них уже отдало своей жизни в борьбе с этой бедой? Светлая им память. Ну, это реплика. Да, значит, вот что я хочу сказать по этому поводу. Светлая, конечно, память всем, кто, как здесь написано, кричал и людей призывал к чему-то светлому, рассказывал. Но надо понимать, что если человек находится в божественном, опять же, направлении, то в этом случае он будет исполнять свой долг перед родом, который тоже божественным. И никто просто так его отсюда убрать не сможет. Если вдруг человек оступается, делает какой-то косяк, говорит одно, но при этом каким-то образом не соответствует этому, в этом случае обязательно с ним что-то произойдёт. очень много инструкторов, обучающих вождению, попадают в автомобильные аварии только потому, что они не исполняют того, что сами говорят на курсах своим студентам. Очень много сапёров, разминирующих, инструкторов, подрываются на минных только потому, что они не исполняют основные правила, которые рассказывают те, кому инструктируют. Вот принцип здесь тот же самый. Если человек что-то не осознал, но при этом так активно о чём-то говорит, то в этом случае с ним обязательно что-то будет происходить. Какие-то проблемы, что-то нерешённое по здоровью, какие-то проблемы с кем-то там ещё и так далее, и так далее, и тому подобное. Поэтому я, во-первых, благодарен всем, кто что-то говорил, но если с человеком что-то происходит, то или он уже выполнил своё направление, своё действие и должен просто отсюда уйти, либо он что-то совершил такое, что противоречит так или иначе тому, о чём он рассказывал. К сожалению, такие моменты я за многими замечал. Кстати, когда я за собой это замечаю, я пытаюсь это быстро исправлять, потому что знаю, чем чревато. Что я вам всем желаю? Ну, в каждом случае, наверное, надо индивидуально рассматривать, Алексей. Нельзя же про всех сказать, что… Я сказал так, что если… Подожди, я, во-первых, никого не оскорбил. Во-вторых, я сказал, что если с человеком что-то происходит, значит, где-то что-то он не доделывает или делает что-то не так. Или уже выполнил то, что… Или уже выполнил. Если он отсюда должен уйти, он уже, значит, что-то выполнил. Уходы бывают разные. Угу. Так. Виталий из Эстонии. Реплика в эфир. Если рядом здание падает от разрушения, ты должен либо защититься. Ну, это, наверное, когда говорили в самом начале там. Я не буду спорить, комментировать не буду, очевидно. Идём дальше. Так. Виталий из Эстонии снова. Реплика. Паразиты будут палки в колёса вставлять. Видимо, при объединении. Да, конечно. Конечно. Точно так же, как и другой. Сначала будут эти палки вытаскивать из колёса, а потом тот, который ведущий, мудрый человек, он просто вычислит паразита и сделает так, чтобы паразиту больше нечем было палки вставлять. Чтобы эти палки оказались в нужном месте и повлияли на действия паразита. И не более того. Ещё раз. Если человек хозяин на Земле, он не допустит того, чтобы кто-то ему вставлял палки куда-либо. Неважно, в колёса или в какое-то отверстие. Дальше. Реплика Фиротианы. Давно пора. Я лучше буду покупать у своих родовичей, чем кормить чужие народы. Платную платформу создать ремесленников и других людей, которые производят и реализуют свою продукцию. Ура! Так тому и быть. Так тому и быть. Я согласен. Я не всегда понимаю, когда кто-то говорит про чужие народы, что тут имеется в виду, потому что чужих народов может быть очень много, кому-то поменьше. И вот тут одним мазком кисти художников всех красить нельзя. И как причесывать одной гребёночке тоже всех сразу нельзя. Поэтому здесь надо быть очень осторожным и очень аккуратным. Дело в том, что если нам даны соседи на этой земле, то с этими соседями так или иначе нам жить. Вопрос, как себя ведут соседи. Если сосед мерзавец негодяй, я сделаю так, чтобы этот мерзавец негодяй покинул моё исконное место существования, моей жизни, жизни моих родов, и больше мне не мешал. Если же этот человек вполне разумный, то в этом случае я сделаю так, чтобы он продолжал свой род в таком же направлении, чтобы было всё разумное. Вот здесь как раз ведическая культура отличается тем, что мы судим не по тому, что говорят, а судим по плодам их деяний. И если сладкие слова, но горькая отрава, то в этом случае я предпочту избавиться от такого соседа, попросив его вежливо уйти с того места, где он существует, чтобы большего на траву в мой бочок и в мой колодец не сыпал. А тот, который существует нормально, но при связи с другого народа или другого рода, я сделаю так, чтобы он жил на своей земле, и чтобы у него было счастье, и хорошо, чтобы у него в голову не приходило никогда к нам залезть, с войной прийти, чтобы он бежал со своей земли и устроился где-то здесь под боком. Здесь очень многогранно и очень разносторонне всё. Я за то, чтобы был мир во всём мире, но при этом, чтобы мои рода не ущемлялись и чтобы не ущемлялись другие рода. Но тот мерзавец, который ущемляет жизнь моих родов и рода моих соседей, в этом случае он должен понести заслуженное наказание, чтобы больше ему было неповадно. Дальше. Ирина Федотова из Ютуба. Такой практический совет. С именами делиться своими, не ГМОшными, мне одной только такая идея в голову приходит. Или уже кто-то обменивается? Нет, Ирина, не тебе одно это в голову приходит. Я думаю, что это приходит уже очень и очень многим, многим в голову. Мало того, это было озвучено, так называемый Семенной фонд, в выступлениях некоторых известных людей, где говорилось, что одна из продовольственных безопасностей, один из вариантов продовольственной безопасности, тот, когда человек сам себя может обеспечить самым-самым необходимым для жизни на Земле, когда у него есть полный набор инструментов для возделывания Земли, необходимая техника для возделывания Земли, необходимый фонд семенной для посадок на Земле и умение этим всем владеть, управлять и так далее. Поэтому Семенной фонд — это очень важно, и придёт время, когда, Ирина, мы будем очень активно с семенами обмениваться, чтобы ни от кого не зависеть. Реплика в эфир от Яровита из Ярославля. Мы не хотим и не можем объединиться из-за того, что мы все на разных уровнях осознанности. Яровит, дело в том, что высший уровень всегда может мысленно понять, осмыслить поведение так называемого в кавычках «низшего уровня», потому что он всё это проходил. Взрослый человек может понять ребёнка, потому что он сам был ребёнок, а вот ребёнок взрослого часто не может понять, потому что в этой жизни он ещё взрослым не был. Когда кто-то говорит о том, что мы не можем единиться из-за того, что все на разных уровнях, это говорит о том, что тот, кто это говорит, находится сам на низком уровне. Он не понимает часто тех, кто находится выше его, он не понимает тех, кто находится рядом с ним, а способен понять только тех, кто находится ниже. Раз он многих не понимает, означает то, что ниже него как-то мало кто оказывается. Вот такая правда жизни. Нравится, не нравится. Поэтому давайте включать мировоззрение, мировосприятие, ведического направления и понимать, кто чего говорит, из чего делать мудрости набираться. И тогда вы найдёте возможность говорить с любым совершенно человеком из разной варны, из разной касты, из разного миропредставления и из разного направления его бытия здесь на Земле. Виталий из Эстонии. Пока человека проблема не затронет, он её не будет решать. У современных людей лень зашкаливает. У современных людей мозги зашкаливают, затравывают цивилизации. Ещё раз говорю, нас усиленно разъединяли. Нам каждому говорили, что ты уникальный, что ты должен взять от жизни всё и помереть молодым, как суслик, который должен родиться, нажраться и сдохнуть. Вот из этой же серии. Поэтому нас долго-долго разъединяли, нам эти идеи заложили, разъединяющие. Поэтому для нас сейчас важны два священных животного. Варёный рак на горе и жареный петух, которые нас свистят, щиплют и клюют в задницу. Вот разумный человек никогда не обращает внимания на этих так называемых священных животных и священных птиц. Он просто-напросто делает, что необходимо делать, для того, чтобы беды не было. А у нас сейчас получается, как в анекдоте про то, когда мужик идёт, смотрит другой, сидит на суку и пилит его. Он говорит, что ты делаешь, сейчас упадёшь. Не мешай, уйди отсюда. Ну ты спилишь, что ты же в нём сидишь. Уходи отсюда, дрова заготавливай. Ну ты к заготавливаю и на другую сторону пересядь. Уйди, сказал, сейчас я тебя как пилой запущу, но он ушёл, слышит за радио. Хрусь, бас, гад тот сглазил. Вот из этой же серии. Так, идём дальше. Олег, Алексей, славянское радио — это хорошо. Мы собираемся в основном, когда эфир. А когда опять появится социальная сеть? Новый сайт, к сожалению, тормозится. Почему? Потому что нет у нас, к сожалению, больших денег для того, чтобы заказать в студии, чтобы это всё было сделано. Он уже сделал много ошибок, которые сейчас вычленены были и справляются. И там планируется много чего интересного. Я просто не говорю уже об открытии. Он есть, он работает, он заполнен уже. Но пока я про открытие не говорю. Он, наверное, не про сайт спрашивает, а про социальную сеть, которая у нас была вот здесь-то. Социальная сеть. Я понял. Социальная сеть. Ну, я планирую так, что в конечном итоге сайт будет иметь функции какой-то социальной сети. Ну, есть социальные сети различные. Если нужна именно доверенная социальная сеть от людей, к которым вы уже доверие проявили, ну, в этом случае будет такая социальная сеть. Сделаем. Но не всё сразу. Просто мы, конечно, семи руки, восьми глаза, но не такой степени. Так, дальше. Тимофей, реплика в эфир. «Приучили, и уже не одно поколение, что человек человеку враг. Далеко ходить не буду. В моей деревне именно так. В глаза улыбаются, а за глаза завидуют. Вроде и не живу лучше других. Никому плохого не делаю, стараюсь жить по совести, а осенью огород за деньги пахать не хотят». Ну, это констатация факта. К сожалению, пока да. Что я могу сделать? Что я могу порекомендовать? Те, которые разобщены, их удел смерть, их удел пекло. Те, которые объединены, объединены в общем делом и осознанием, пониманием, ради чего они объединяются, их удел процветания. Объединяйтесь с теми, кто не плюёт вам в спину и не бросает камешки в ваш огород. Те, кто хотят жить по совести, ладу с природой, и чтобы их рода процветали, чтобы держава была сильная. То болото, в котором друг друга уничтожают, друг друга топят, оно в конечном итоге наполняется трупами тех, кто друг друга потопил. В конечном итоге последний, который утопил всех, всё равно тонет. Поэтому, если вы видите, что там жить невозможно, существует два варианта. Первый – или переделать это болото, или выйти из этого болота, построить своё какое-то поселение. Такие возможности сейчас в огромном количестве предоставлены. Они сейчас есть. И с точки зрения законодательства главное, чтобы только знать его, понимать. Надо искать нормальных юристов, которые всё объясняют, как сделать, и просто делать. А насчёт поселения, переделки болота, путь несколько сложный, но возможный. В деревне освобождается какой-то дом или участок, сейчас деревни вымирают. Просто-напросто договаривайтесь с людьми. Предлагайте каким-то своим знакомым, чтобы покупали эти участки. И с вами появится один друг. Появится потом ещё возможность купить, появится ещё один друг. А там, где вас становится больше, существует эффект насыщения, когда последняя капля перевешивает всё. И те бездельники и дармоеды, которые тыкали вас пальцами, они так или иначе будут подчиняться уже здравомыслию. Это закон природы. Люди, живущие в стаде, выбирают себе вожака. Вожак тот, кто умнее, сильнее. Они подчиняют силе. Это не умные, это просто… Ну так живут животные, что поделаешь. Поэтому, если вы понимаете принцип animal психологии, анималистической животной психологии, в этом случае тогда вы сможете найти правильные способы и пути решения. Дальше? Дальше идём. Алекс, всё есть. И земля, и условия, и место жительства. Всё. А трудиться некому. Не хочет никто. Нужно ли это всё, о чём мы говорим кому-то? Большой вопрос. Алекс, вопрос, нужно ли это тебе. Давай всегда начинать с себя. Вот смотрите, чем отличается детский синдром, которым страдают многие, от взрослости. Детский синдром отличается тем, что, во-первых, он всегда смотрит в рот тому, кто старше его, кто важнее его, кто хозяин, кто вожак. И он всё время боится его, этого своего хозяина, вожака. Он всё время боится, что его поругают или боится, что что-то он сделает не то. И поэтому он часто впадает в капризы какие-то, в истерики или боится разговаривать с тем, от кого он зависим. Вот детский синдром. И второй признак детского синдрома это говорить про других людей. То есть вон тот написал мой горшок, вон тот одел мои тапочки, а вот те живут вот так, а вот те делают вот это. А мне плевать, что делают другие, мне важно, что делаю я. Вот что делаю я? Я это просто делаю. Что делают мои соратники? Что мы вместе делаем? Мы это делаем. Вот я могу так сказать. Мы не болеем детским синдромом, мы просто это делаем. Мы без копейки финансовой поддержки кого-либо делаем своё дело. Просто делаем своё дело. А у кого-то даже в голову не придёт перечислить несчастных 100 рублей для того, чтобы кому-то помочь элементарно куда-то поехать, чтобы что-то сделать или элементарно заплатить за квартиру, потому что нет возможности заработать или там помочь своему близкому, потому что он заболел, там нужно что-то срочно сделать и так далее. Элементарно. И при этом все сидят очень много, рассуждают, раздувают щёки, как нам что построить, как нам сделать. С таким подходом вы будете детским синдромом обуяна и ничего вы не сделаете. Думайте, что вы сделали, что вы сделали для державы, что вы сделали для своих родов. Кого вы поддерживаете? Вы поддерживаете алкаша Якубовича в поле чудес, который выпил стакан, а потом, глядя на него, полстраны выпила полбутылки и потом преступления в пятницу. Посмотрите статистику. Кстати, хотел сделать отдельную передачу по этому поводу. Посмотрите статистику преступлений. С вечера пятницы на субботу количество преступлений в разы увеличивается. Именно после восьми вечера. После того, как дядя Лёня стаканчик прокинет в очередном шоу «Поле чудес» для дураков, он выпил стаканчик, а при этом сидящие за столом дебилы, перед которым бутылка водки стоит. Говорит, ну, Лёня же выпил, он же свой мужик-то, надо же с ним же выпить. И выпивает по это дело пузырёк. А потом кому-то вилку в глаз, кому-то нож в ребро, кого-то в окно с 12 этажа, кого-то там пошёл отмывать, толчки утопил. Ну и так далее. Поехал ещё за бутылкой водки, потому что дядю Лёню надо уважить, мало выпил. И кого-то задавил. Посмотрите, какая статистика интересная. Вот вам и казалось бы развлекательное шоу. А при этом сколько это обходится людям, сколько это обходится в стране. Так что вы можете говорить о чём угодно, про других. Но я всегда говорю, вот мы сейчас с вами, и давайте говорить о нас. Что я сделаю для державы? Что я делаю для своего рода? Только так. Это взрослый подход. А всё остальное так. Детский сад, что там и на ляпках. Идём дальше. Олег, всем здравия. Вопрос в эфир. Как вы относитесь к деятельности Германа Стерлигова? Он ведь практически полностью следует вашим советам по изменению своего положения в лучшую сторону. Заранее спасибо, Олег. Олег, к деятельности лично Стерлигова я никак не отношусь. Я его даже не знаю. Я его один раз мельком видел, на этом всё, даже знакомство у нас не произошло. Как я отношусь к его деяниям, вот это я могу сказать. Значит, к деятельности Германа Стерлигова я отношусь так. Человек, который занимается своим бизнесом, который хорошо устроился, который делает очень полезное дело для своей семьи, но он, на мой взгляд, для державы этого недостаточно. Даже если каждый начнёт продавать за доллары, за какие-то там суммы долларов овец, коней, печёные, буханку хлеба за сколько-то рублей, и таких людей появится достаточно большое количество, да, обеспеченных людей, кулаков так называемых, появится много. Но ради чего всё это? Цель какая конечная? Я не вижу той цели, которая бы позволила нашим родам именно жить по тем конам и поконам, которые нам сверху спущены от богов. Я вижу здесь определённые устои, подчинённые определённому эгрегору. Да, лучше, нежели, чем есть сейчас, но этого недостаточно. То есть я уважаю Германа как предпринимателя, как очень активного человека, как показывающего пример другим, как жить, как существовать, может быть, даже в чём-то, как воспитание своих детей, в них зарождение жилки, ответственности, ну, деловые жилки имеются в виду, ответственности. Это здорово, это отлично, его пример другим наука. Но дальше что? Я всегда говорю, что дальше? Польза державе есть, польза родам есть. Если держава строится не на тех конах, не на том коне, не на тех по конах законах, то в этом случае тогда державы не получится. В конечном итоге получится очередной изм, не с точки зрения истины земного мира, а с точки зрения измов, которые нам накрутили, навертели. И нас опять будут загонять какое-то светлое будущее. Или монархизм с точки зрения царизма, или феодализм с точки зрения управленцев кого-то, вассалов и рабов. Или что-то ещё. Но это будет недержавность. Поэтому недостаточно быть просто сильным каким-то кулаком предпринимателем. Необходимо ещё понимать цель ради чего и зачем. И недостаточно только ради своей семьи жить. Семья в одиночку даже за высоким забором не выживет. Потому что если другие семьи страдают и голодают, поскольку у них нет возможности приобрести твоего барана или хлеб, и у них нет возможности вспахать землю, обработать, потому что ты им не помогаешь, в этом случае тогда не получится той самой общины и той самой державы. А если будут обижены и угнетённые, расстроены, то в этом случае твоим детям, а может быть твоим внукам, придётся очень туго, потому что они будут жить среди таких несчастных людей. Никакие высокие заборы, собаки и пулемёты тебя не спасут. Держава, где все равны, но не с точки зрения, как это у нас было, мы старый мир разрушим до основания, кто был ничем, тот станет всем. Нет. А с точки зрения того, что как тебе дано по предназначению свыше, то ты должен исполнить. И держава, и рода помогают тебе в этом. Они просто тебя ставят как управителя к властному рулю управления, если только ты, например, крестьянин или рабочий пролетариат, то, что называется нищераб, или домохозяйка, как это было в какие-то определенные времена, пальцы показывать не буду. То есть другой немножечко подход. Поэтому при всём уважении очень интересный человек, но я вижу, пока вижу, может быть, там что-то изменится, что вот этой главной цели, правильной цели с моей точки зрения я не вижу. Но делать как можно и, может быть, даже и нужно. Идём дальше. Виталий из Эстонии. Так и хочется спросить этих людей, а вы проверяли эту истину в последней инстанции? Ну, спрашивай. Идём дальше. Геннадий Романенко. Реплика. Мысли глубинно, объёмно и вширь. Благодарю. Вова Мир. Реплика в эфир. Олег Ксей. С нами Бог. Если вы на стороне богов, то он с вами. Если вы занимаетесь богоборчеством, то есть переводен на один интересный язык Израиль, богоборец означает слово Израиль, то в этом случае с вами Бог не будет. Хотя, с другой стороны, никогда он вас не покидал, но ваш выбор для богов более важен, чем желание богов. Вот здесь вот такой интересный парадокс. Ваш выбор жизненный намного важнее, чем желание богов, чем программа богов. Потому что божественная программа всё равно будет исполнена. Другой жизни, через ту жизнь она будет исполнена. Но ваш выбор быть на тёмной стороне, на пекельной стороне или, как говорят, на демонической для богов более важен. Если вы выбрали, значит, вы должны полностью хлебнуть этого всего и пройти, что сейчас многие делают. Поэтому для того, чтобы захотеть очиститься, необходимо глотнуть фекалий, чтобы в них больше не попадать. Кому-то нужно так. А кто-то просто понимает, что вот фекалия, и я к ним подходить даже не хочу. А кто-то понимает, что иногда надо утилизировать, а кому-то надо быть утилизаторами. Вот эти вот как раз товарищи, которых сейчас огромное количество, это замечательные утилизаторы, утилизируют отходы человеческой жизнедеятельности, в которые превращаются некие некогда бывшие человеки, к сожалению, которые превращаются уже сами в отходы. Идём дальше. Тиана, полностью согласна с Алексеем. В Ведах писано, что Земля — это ад, точнее, ближе всего к этим пространствам. Такая вот прекрасная у нас тюрьма. В Ведах писано, что Земля может быть чем угодно. Для кого-то адом, для кого-то… Ну, слово «ад» там не употребляется, для кого-то пеклом, для кого-то божественным, мирелым, светом. Поэтому в зависимости от того, что человек делает вокруг себя, то и происходит. В зависимости от того, куда себя человек направляет, то с ним и происходит. Вот я такую поправочку внесу. Но то, что Земля — это некий такой закрытый космический корабль, на котором мы все находимся, как на подводной лодке, и соскочить не можем по нашему желанию до поры до времени, это да, это так и есть. И поэтому так или иначе нам здесь порядок наводить, так или иначе нам здесь жить. Поэтому давайте уже будем делать так, чтобы эта подводная лодка не ударилась куда-то, не взорвалась и не перевернулась как там от неумелых действий капитанов. Ага, значит, это всё-таки корабль. Я сравниваю с кораблём, такой вот образ мне пришёл, что это некий корабль, где мы находимся. Но корабль может быть, например, задраиваемыми, задраенными, вот этими люками, задраиваемыми иллюминаторами и прочим. Задраиваемыми. Да, и закрытыми дверьми и отсеками. И можно быть так, а кто-то стоит наверху и наблюдает за прекрасным видом проплывающих мимо, островов, мимо которых проплывает этот корабль. У кого-то так, а кто-то внизу кочегарит, а кто-то сидит заперти и думает, что ж так хреново-то? Мне рассказывают, что здесь там светло и хорошо, а то, что надо вылезти просто повыше иногда, вылезать и посмотреть, ну такого в голову не приходит почему-то. Ну что делать? Каждый выбирает по себе. И говорю, боги никогда не сопротивляются. Сопротивляются демоны. Боги не сопротивляются. Боги создают условия и создают возможности. А демоны пекельные, они сопротивляются. Если вы сопротивляетесь, вы подавляетесь демонам. А если вы строите жизнь, вы хозяева. А хозяин может быть только человек божественного сущности. Алексей, а ад и пекло — это одно или то же? Ад — это не одно и то же. У нас понятие «ад» не было. Ад — это привнесённое. Но поскольку картинки ада многим знакомы, поэтому это слово часто употребляю, и я в частности, потому что оно более знакомо. На самом деле, конечно, пекло — это не ад. Пекло — пекельные миры, они многогранные, многоуровневые. И есть места, без которых наш мир просто не может существовать. Скажем так, есть кочегарка, есть утилизация, есть банька парная, скобление. Да, ну а что ты туда приходишь, тебя что, сразу в светлый мир, что ли, пустят? Нет, сначала в баньку подраешь. Поможешь. Накормят. Содрут. Ну, накормят — это под вопросом. Может быть, там тебе как раз нужно будет жирок сбросить или фекалий из себя выпустить, которые накопил, из головы. В общем, приведут божеский вид. Жир из мозгов вытопить. Да, вот это пекло. И в зависимости, насколько человек сильно здесь накочевряжил, такой уровень пекла ему и положен. И в зависимости, насколько сильно это всё к нему прилипло, такой и срок будет пребывания в пекле. Но пекле не есть конечная остановка. Наш паровоз вперёд летит, в коммуне остановка. Поэтому пекло — это всего лишь навсего этап прохождения как нашей Земли, как нашего общества, так и человека, человече, души, духа, живатому и всего остального, что называется высшим созданием в нас влачено, вернее, вот какой-то такой чистилки, но ни в коем мере. Вот это основное ещё отличие, что ад навсегда и бесконечно долго, а пекло на время для того, чтобы из него выйти очищенным и дальше начать жить. Идём дальше. Народное славянское радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.